Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Ольга Алексеева. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Инновационные решения. В электроэнергетике Чувашии идет цифровая трансформация. С небес на землю. В Цивильском районе прошли тренировочные занятия сотрудников силовых ведомств России. Основано на реальных событиях. Премьера в Театре юного зрителя посвящена строителям оборонительных рубежей. В Чебоксарах стартовал форум «Релав Экспер-2021». На три дня «Республика» стала площадкой для обмена инновационными решениями почти 300 компаний электротехнического кластера. Традиция надежности и инновации. Тренд шестой международной научно-практической конференции. В одном месте собрались ведущие производители и потребители электротехнического оборудования. На форуме представлены достижения промышленности в области релейной защиты и автоматизации. В том числе и наших шести предприятий. В основе новых разработок инновационной идеи местных кулибинах. Вот это наши разработки. То есть это программа, технический комплекс. Это электронное устройство. Сложнейшее причем. Очень сложнейшее. Очень интеллектуальное. На выставку «Релав Экспер-2021» приехали представители почти 300 компаний. Все они в той или иной мере разрабатывают, проектируют и производят комплексы специальных устройств для контроля и безаварийного управления объектов промышленности и энергетики. Цифровая трансформация дает большую экономию бюджета. То есть два терминала, вот как раз на мнимосхеме показано, что они защищают отдельно свою половинку подстанции. И с сервера времени коммутаторы, они позволяют все это дело привести в цифры. Это решение, оно процентов на 20 дешевле, чем классическое решение, классическое исполнение релейной защиты для типовой подстанции, скажем так. Из того, чтобы стоять много шкафов и терминалов. Еще и дешевле. И дешевле, да. То есть для городской застройки, допустим, там где ограничено это, вот самое то, что надо. Многие компании уже работают в тандеме, другие прощупывают почву. Интерес взаимный. Наши здесь именно софт. Программное обеспечение. Инженерное обеспечение. То есть это мозги, управление, программное обеспечение. Все это реализовано и сделано предприятиями пластера. Для экспорта нам придется продолжать ориентироваться на мировую практику и на мировые компоненты. Речь зашла и о модернизации опорных лабораторий. По мнению экспертов, это ускорит процесс международной сертификации. Цифровизация энергетики идет в республике быстрыми темпами, считает заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов. Сегодня почти 8-10% продукции на международном рынке – это продукция российского производителя. Причем это честная конкуренция. В Чувашии сегодня действительно сконцентрирован огромный потенциал отечественного релестроения. Компания, которая производит системы автоматики и автоматизации для электроэнергетики. Это очень современное и быстро развивающееся направление. Цифровые подстанции с использованием оборудования, которое производят чувашские компании, сегодня работают в разных уголках нашей страны. Я считаю, что у республики большой потенциал. У нас создан на территории республики электротехнический кластер, поэтому этот потенциал нужно реализовывать. В рамках форума пройдут круглые столы и конференции. Участники побывают на электротехнических предприятиях, познакомятся с потенциальными партнерами. В перспективе новые проекты и контракты. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика. С начала года на территории республики произошло более 400 пожаров. В огне погибли 44 человека, из них трое детей. С наступлением весенне-летнего периода участились случаи сжигания сухой растительности. Это нередко становится причиной трагедии. 14 апреля в Шумерлинском районе произошел пожар, который уничтожил пять строений, в том числе три жилых дома. В связи с этим в республике во всех муниципальных районах и городах проводятся противопожарные рейды. В ходе них было составлено три протокола за нарушение правил пожарной безопасности. Напоминаем, с 25 апреля в республике начнет действовать особый противопожарный режим. В это время запрещается разводить костры, пользоваться пиротехникой в лесах, сжигать мусор и сухую траву. Нарушителям грозят повышенные штрафы. Наиболее горимый район – это у нас Парижский район, Аллатовский район, где вот прямо с нарушением производят пал сухой травы. Ежегодно, кстати, вот это у нас повторяется в этих районах. Существует ответственность в виде административного штрафа на граждан на 2000 рублей, на юрлиц – от 200 тысяч рублей. Обеспечить безопасный отдых детей в летние каникулы – такую задачу поставил председатель антитеррористической комиссии в Чувашской республике, руководитель региона Олег Николаев. Школьники Чувашии с нетерпением ждут каникул. У них есть реальный шанс в этом году провести их за городом. Сейчас в регионе идет заявочная кампания по приобретению путевок. В 2021 году в республике запланировано открытие более 300 летних лагерей, в том числе 14 и загородных. Заполняемость территории не должна превышать 75%. Так рекомендует Роспотребнадзор. Безопасность детей будет обеспечиваться подразделениями, вне ведомственной охраны, филиалом в ГУП охраны Росгвардии по Чувашской республике, частными охранными организациями и территориальными органами внутренних дел. В целях предотвращения террористических актов, обеспечения правопорядка, спланирована разъяснительная и профилактическая работа среди персонала организации и их воспитанников. Планируется проведение инструктажей с персоналом по действиям при обнаружении подозрительных предметов с признаками взрывных устройств. В случае благоприятной эпидемиологической обстановки в период майских и июньских праздников в республике все же состоится часть праздничных мероприятий. В таком случае также будут приняты все необходимые меры по недопущению нарушения общественного порядка и безопасности. Ольга Семенова, Андрей Шоклев, Республика. В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией. Чтобы не подвергать опасности свое здоровье, желательно избегать мероприятий с большим количеством людей. МВД Почувашской Республики призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения. В Цивильском районе прошли тренировочные занятия. Сотрудников силовых ведомств отрабатывали навыки десантирования. С небес на землю. Спуститься из движущегося вертолета Ми-8 – одно из самых сложных заданий, которые выполняют бойцы. Но без этого никак. Беспарашютное десантирование считается универсальным способом для оперативной высадки в условиях, когда даже приземление вертолета невозможно. Понятно, что этому нужно обучаться. Обязательный инструктаж, проверка снаряжения, отработка ряда элементов на земле – мелочей здесь не бывает. Сантирование будет проводиться различными способами. Это и способом штурмовым в полете на небольшой высоте, это и с помощью системы, и с помощью каната. То есть все эти навыки, они необходимы нам для выполнения наших служебных задач, как на нашей территории, так и на территории Северо-Кавказского региона. При зависании вертолета на высоте 30 метров бойцы высадились на местности в полной экипировке, а после заняли позиции для выполнения условных боевых задач. Для многих молодых людей подобный опыт был первым, но чувство страха, по их словам, никто не испытывал. Чувство было собранности, теорию мы изучили, теперь осталось закрепить только на практике. С подготовкой спецназовцам помогала единственная девушка-пилот в Росгвардии, уроженка Чуваши Анастасия Опасейкина. Пойти на службу она мечтала с детства. Два раза в год мы проводим на Санкт-Петербурге подготовку с подведением специального назначения. Мы летаем по всему пророженному округу. Это Самара, Ульяновск, Ижевск, Киров, Татарстан, Чувашия. Учения проходят в любую погоду. Такие навыки помогают ориентироваться даже в непредвиденных ситуациях. Транспортный налог, порядок выдачи аттестатов, семейная ипотека. В законодательстве появились новые изменения. Подробнее об этом в рубрике «Правовые новости». Сообщить в налоговый орган о неучтенном автомобиле теперь необходимо даже в случае его продажи. Физические лица обязаны сообщать в налоговый о наличии у них неучтенных транспортных средств. Это необходимо сделать, если гражданин не получал налоговые уведомления и не уплачивал налоги в отношении своего транспортного средства за период владения им. Разъяснено, что сообщать об автомобиле гражданин обязан даже в том случае, если указанный автомобиль был куплен и продан в течение одного года. Изменения в этом году коснутся и выпускников. Установлен порядок выдачи аттестатов за 11 класс. Тем выпускникам, кто не планирует поступать в ВУЗ, для получения аттестата нужно сдать экзамен по русскому языку и математике не ниже 3 баллов. Выпускникам, поступающим в ВУЗ, для получения аттестата необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку не ниже минимального балла. Также для получения аттестата с отличием необходимо иметь итоговые оценки «Отлично» по всем предметам и успешно пройти государственную итоговую аттестацию. Правительство расширило условия программы «Семейная ипотека». Теперь кредиты по льготной ставке до 6% годовых семьи смогут получить не только на покупку готового жилья, но и на строительство частного дома и приобретение земельного участка. Получить льготную ипотеку смогут семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. Кредиты по программе также доступны семьям с одним ребенком, если у него есть инвалидность. Обязательное условие – строить дом должны компании или индивидуальные предприниматели по договору подряда. Первоначальный взнос составит 15% стоимости участка и цены на строительство дома по договору. Или только цены на строительство дома, если у заемщика уже есть земельный участок. Инесса Потапова, Николай Скворцов, Республика. В преддверии празднования 150-летия чувашской письменности вопросы сохранения и развития чувашского языка, национальной культуры и искусства глава Чуваши Олег Николаев обсудил с творческой интеллигенцией республики – артистами, режиссерами, писателями, художниками, журналистами и молодежью. Актуальными темами встречи стали создание видеопродукции и издание детских книг на родном языке, подготовка актеров и режиссеров для театров и открытие новых востребованных специальностей на базе профильных вузов республики, развитие чувашского языка в социальных сетях и другие. Глава региона отметил, что в республике многое делается для сохранения и развития чувашского языка, национальной культуры и искусства. На чувашском языке выходят газеты и журналы, вещают радио и телевидение. Все больше входит в нашу жизнь чувашское кино. Все это – основа для развития родного языка. Но чувашии есть куда стремиться. Если ребенок будет с детства усваивать чувашский язык и чувашскую культуру, то в будущем он будет окружен родным языком. Большое значение имеет внедрение цифровых технологий. Если будут современные видеоигры, анимация и приложения для планшетов на чувашском языке, то и дети будут больше интересоваться родной речью. Важнейший праздник в истории России – День Победы – будут отмечать во всех городах и районах Чувашии, но с учетом эпидемиологической ситуации. Какие вопросы надо решать в первую очередь? Что нового ожидает жителей республики? Обсудили на заседании рабочей группы по организации и проведению праздника. По традиции в республике стартуют всероссийские акции «Георгиевская ленточка», «Вальс Победы», «Вахта памяти» и другие. Здесь все понятно. Вопросы вызывает проведение «Бессмертного полка». Пока склоняются к формату онлайн, но окончательное решение будет принято в конце апреля. Парад Победы поменял место проведения. На смену Красной площади пришла площадь республики. Чтобы сохранить здоровье пожилых людей, ветеранов войны и тружеников тыла, им рекомендовано смотреть Парад Победы по телевизору. Но если все же кто-то решится прийти, надо подготовить места, чтобы пожилым было куда присесть. Само действие будет, как всегда, интересным. Мероприятие примут более 2000 человек, а также около 70 единиц военной. Планируется прохождение 18 парадных коробок и предполагается также участие мотоциклистов-байкеров. Репетиция парада началась 22 и 27 апреля. В эти дни, а также 5 мая во время генеральной репетиции парада с 14 до 16 часов движение транспорта по улице Карла Маркса будет ограничено. Также в параде предполагается участие авиации с десантированием парашютистов. Участники парада обязательно пройдут тесты на наличие коронавируса. Всего в республике на 9 мая запланировано почти 2000 мероприятий. Все они пройдут с учетом ограничительных мер. Ульяна Питакова, Дмитрий Салманов, Республика. Основана на реальных событиях. В Театре юного зрителя имени Сеспили сегодня премьера. В основе пьесы «И снегири промерзли». Классический любовный треугольник на фоне военного времени. Как сложится судьба героев в нашем материале. Автор драмы Владислав Николаев. Спектакль посвящен строителям сурского и казанского оборонительных рубежей. Тяжелая физическая работа, нехватка лопат и кирок, одежда, не защищающая от 40-градусных морозов. Какая уж тут любовь, но она живет, вопреки всему. Я что хотел сказать в этой пьесе. При любых обстоятельствах, будь это война, даже люди всегда остаются людьми. Драма писалась быстро. Уж очень интересный материал был в основе. Историческая память выборочна. Трудовой подвиг женщин и детей осенью, зимой 41-42-х годов вспоминают и сейчас, спустя 80 лет. Основное событие спектакля, это, конечно же, сам рубеж. Потому что есть эта сторона рубежа, это мы считаем, посчитали, это тыл. И та сторона рубежа, это фронт. То есть тыл – это жизнь, и фронт – это, конечно же, смерть. Рубеж, как метафора, разделивший жизни участников строительства на две части. Поэтому спектакль так пронзительно эмоционален. Вся история учит нас и еще раз возвращает нас в то время, когда наши бабушки, дедушки отдавали свои силы, отдавали свои жизни, чтобы мы с вами жили вот в это мирное время, когда наслаждались солнцем, покоем и растили своих детей в таких хороших условиях. Все же финал пьесы остается открытым. И что с героями будет дальше, остается догадывать самому зрителю. Создатели спектакля уверены – возвращая зрителей в те нелегкие годы, мы сохраняем настоящее. Яна Яранова, Алексей Зотиков, Дмитрий Салманов, Республика. Это главные новости вторника, 20 апреля. Увидимся завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин